Новая попытка созвать муниципальный совет Кишинева провалилась. Заседание созванной фракции ПДС было бойкотировано представителями других партий. Соответственно, не состоялось из-за отсутствия кворума. Представители ПДС были возмущены и призвали своих коллег к началу сотрудничества. Аналогичная ситуация была и на прошлой неделе. Уже во второй раз ни один из советников других фракций от других партий не ответил на наше приглашение работать вместе. Это заставляет нас делать выводы о том, что Ион Чебан с ними в сговоре и тайно сотрудничает с другими политформированиями, такими как ПСРМ и коммунистами. Однако мы не понимаем, в чём логика их отсутствия на сегодняшнем заседании, созванном согласно регламенту Муниципального совета Кишинева. Хотя выборы состоялись два месяца назад, советники Кишиневского муссовета до сих пор не делегированы в спецкомиссии, а столица до сих пор не утвердила муниципальный бюджет на 2024 год. В то же время Зинаида Попа уточнила, что сегодня в повестке дня было два важных вопроса и обратилась к коллегам и мэру Иону Чебану. Сегодня в повестке дня было две очень важные проблемы. Проблема родителей, которым после окончания урока в школах некуда девать детей, потому что рабочий день ещё не окончен. И родители, которые остались на руках с детьми с нарушениями здоровья, не имея никакой поддержки со стороны муниципалитета. Поэтому я призываю всех, уважаемые коллеги из других фракций, МАН, ПСРМ, ПКРМ, приходите на заседание муниципального совета. Обращаюсь к Иону Чебану. Уважаемый мэр, приступайте к работе. Вас народ выбрал для этого. Мы попытались связаться с несколькими советниками, которые не пришли на сегодняшнее заседание, но они не ответили на наши телефонные звонки. Однако нам удалось поговорить с представителем от партии МАН Андреем Павелой, но он нас перенаправил в пресс-службу. Я не следил. Я на работе, выполняю свою работу согласно компетенции и существующим проблемам. Я не знаю, какая ситуация была. Позвоните в пресс-службу МАН, и вам расскажут. Мы обратились в пресс-службу за комментарием, но на наши звонки и сообщения на момент написания материала никто не ответил. В то же время в прямом эфире на своей странице в фейсбуке мэр столицы Ион Чебан объявил, что инициирует публичную петицию, в которой призывает граждан поддержать то, чтобы правительство добавило в бюджет столицы 50% из госбюджета. При этом вчера он заверил, что мэрия Кишинева не закрывает группы продленного дня, а оставляет вопрос их работы на усмотрение педагогов и родителей. В этом году, согласно закону о государственном бюджете, при мэрии Кишинева было выделено более 3,5 миллиардов леев.